Мужики, привет! Хотели, чтобы я сравнил размеры салона 4-го грандсценика и 5-го спейса? Будет вам сравнение этих размеров. Любое ваше желание для меня несложно выполнить. Машина, конечно, шикарная. Вот если сравнивать с 4-м сцеником, смотрите, как она смотрится. Она внешне по габаритам, конечно, больше. Шире, длинней. Ну, смотрится вообще так великолепно. Вот, посмотрите. Даже функция 4-контрол есть. Это не инициаля Париж у нас, но смотрите, на роботе машинка. Кожаный салон, все навороты, подогревы сидений, лобового стекла здесь есть. Короче, мечта моя, не сбывшаяся. Вот, видите, как сзади смотрятся. Вот если сравнить. Похоже, конечно, но разница чувствуется. То, что машина дороже, комфортнее, престижнее, ну, и проблемнее, скажем так. Сейчас мы снимем размеры салона. Больше ли у нас СПС, больше ли места в салоне. Все это увидите. Ну, внешне видно, что багажник, конечно, еще больше, чем в четвертом сценике. Здоровее, конечно. Так, меряем длину погрузочную от спинки сидения до вот этого края, докуда крышка багажника доходит. 104 сантиметра СПС-5 и Гранд Сценник 4, смотрим, по этой кромочке 97 где-то, 97. Все, багажник меньше по длине. Ширина багажника, смотрим. Ну, все-таки это семейный минивэн уже, не компакт-вэн, поэтому здесь побольше будет по-любому. Ширина 115 от арки до арки, 115 сантиметров СПС. Измеряем Сценник от арки до арки, 112 с половиной, чуть поуже, чуть поуже будет. Так, если интересует размер входа в багажник, ширина этого проема у меня 108. СПС, ну, возьмем в самой широкой части, 112 плюс 4 сантиметра. Высота входа в багажник в СПС-е 82. Так, в широкой части у Сценника 80. Ну, по всем параметрам. Багажник у Сценника меньше. Ну, и высоту я уже не буду мерить. Все-таки важна вот эта высота входа в багажник. Опускаю максимально вниз и кзади отодвигаю сиденье. Расстояние от педали до подушки здесь 54 сантиметра, а от кромки панели до сиденья 45 сантиметров. Сиденье максимально взад отъехал и максимально вниз опустил. И сейчас расстояние померяем от подушки сиденья до потолка. Как бы тут нам панорамную крышу закрыть? Смотрим расстояние до панорамной крыши, до потолка. Здесь расстояние 101 сантиметр. Так, у меня до педали тормоза сиденье 53. В СПСе было на 1 сантиметр больше. И до кромки, например, вот этой панели 45. Это измерение у нас оказалось одинаковым. Еще померяем до потолка расстояние, потому что в СПСе мне тесно сидеть, я касаюсь головой практически потолка. Здесь у нас получается сиденье максимально вниз опущено 104 сантиметра. Ну, смотрите, салон тут уже и невооруженным глазом видно, что он побольше, чем в четвертом сценике. Но я сейчас все равно померяю. Вот меряем от низа сиденья, тут уже угол наклона не влияет, даже если его и поменять, до вот этой ступенечки, потому что ногу вы на нее ставить не будете, а как всегда пятка ставится до этой ступенечки. Смотрим. Так, расстояние здесь 55 сантиметров в пятом СПСе. Идем мерить сценник. Так, сиденье вперед максимально свое отодвинул. Измеряем здесь. Тут потемнее салон. Так, там было, запомнили, 55, а здесь едва 50 сантиметров. Видите, СПС просторней для ног задних пассажиров, почти на 5 сантиметров. Так, померяем ширину салона. Там, где ноги стоят у пассажиров, от порога до порога 138 сантиметров. И заодно уже замеряем ширину седух по самой широкой части задних. Запомнили, там по полу было 138 сантиметров, ну, здесь 129. Так, в стеннике было 138, в пятом СПСе, вот это интересно, прикол, 137. А вот ширина в пятом СПСе на один сантиметр меньше. Ширина, посадочная ширина сиденья измеряем. Здесь у нас 137 сантиметров. И измерим расстояние от сидушки до потолка. Будет ли высокий человек цеплять потолок. Так, вытянем рулетку. 90, 96, 96 с половиной. А от пола до потолка у нас 117. 117 сантиметров. Мы запомнили, 96 с половиной от сидушки до потолка было в СПСе. В принципе, то же самое, 96, да, с половиной. От пола до потолка было 117. А здесь у нас 121 сантиметр. Больше в стеннике четвертом высота. Высота на 4 или 5 сантиметров. Фух. Ну, как вы видели, по результатам моих замеров, естественно, СПС имеет больше пространства по салону. Это уже, можно сказать, не компакт-вэн, а настоящий семейный автомобиль. Сценник 4, Грандсценник 4. Его младший брат. Поэтому, если вы хотите более просторный автомобиль, то покупайте 5-й СПС. В нем места больше в салоне. Ну, соответственно, и цена его больше. Такие вот, друзья, дела. С вами был Адам Адамов. И до встречи.